Приветствую любителей предметно-материальной истории. Очередная суббота и я снова двигаюсь в сторону антикварного рынка города Краснодара, который проходит по субботам на книжной ярмарке. Посмотрим, что этот рынок принесет, какие интересные предметы. Продолжение следует... На верши от портиков похоже на фоне. Это просто ЧП. Друзья, начинаю вас знакомить с участниками нашего маркета, который пройдет 4, 5 и 6 ноября. Милости просим, это будет наинтереснейшее событие в нашем городе. Соберутся самые настоящие, самые лучшие продавцы и любители антикварного ареала, как говорит Алексей. Так что, милости просим, приходите. Обязательно. 4, 5 и 6 ноября арт-центр «Бронзовая лошадь», город Краснодар, Калинино 291. Как сказал Юрий, все лучшие продавцы, не только города Краснодара, но и окрестных. Лучшие люди города Краснодара. Не попадалось? Нет. Монетки. По античности настоятельно рекомендую вам ознакомиться с книгой Владимира Ившкова. Он издал очень интересный каталог по монетам, которые можно найти в буквальном смысле под ногами или купаясь где-нибудь в Анапе. А это что? Вот это накладки серебряные на пояс или на какие-то украшения, на одежду. Скорее всего, поясные. Это пряльцы. Это что такое? Вот, пряльцы. Тряльцы. Как технично ударишь, сразу три цели палятить в боговое железнодорожное. А куда нитка ложилась, не поймут. Я не знаю, как это все происходило. Может, это украшение какое-то? Нет, нет, нет. Это уже 100% установлено, что это пряльцы. Как сюда нитка ложилась, непонятно. Они еще месяц назад туда рассылали. Каменные, да, такие еще встречали? Да, были каменные, разные были. Глиняные. А, вот. Это оно? Нет, это кольцо. Водолазы так и могли там это заменить. От немецкого, естественно. Сейчас броня с такой же ракетой засадили в этой деревянной ручкой. Да, которая известная немецкая граната, как она колокушка. Вот колечко от немецкой гранаты. А из чего оно сделано? Керамика. Керамика, да. Керамическое колечко. Их выбрасывали за ненадобностью. Ну вот, как сувенирчик времен войны. Спасибо. Не за что. Здрасте. Вот так выглядит антикварный рынок со стороны. Привет. Вот витринка интересная. Представлена одним из магазинов Краснодара. Какая вещь. Копилка-капитал. Сколько стоит? 4 тысячи. Это современная? Ну, вряд ли раньше был Карл и Маркс. Я не поверю, что ты не поверил. Дырку в голове бы не проделал. Не поверю. Это был Бюск. Нет, это был Карл Маркс. А это нормально и так не задумано. Она просто не сильно старая. Да. Там пластиковая вставочка. Да, из Маркса копилку делать в советское время бы нельзя. Да, из США. Да, из капитал. Символично, да? Да, по голове можно было получить. Точно. Замочек, чудесный. Стопка, что ли? Да, стопочка. Ну, они же не старые. Нет, это, по-моему, у Фаберже. Форма Фаберже была в серебре. Фаберже такие были. А это 90-х годов реплики. А это что такое? Это монетница. Это две спичечницы. Как первый раз сейчас видишь. У меня столько всего, что можно и что-то и первый раз. Да, это можно. Цена есть? Скажи мне, нужно осуществлять внимание. Хорошие коллекционные экземпляры. Мне, например, нужны. Блин, ну ты понимаешь, что я заинтересованная лица? Я понимаю. Дима. Ты понимаешь, что я это вообще не в теме. Это не моя дема. Я не могу. Давай на какой-то договариваться с вами. Готов купить? Сколько? Никому не пойму. Давай с тобой. Пока, если со мной да, нет. А потом уже. Хорошо? Давай. Так и снял? Так и снял? Что? Я специально снял. Ты не расслаблялся. Кто-то просил поподробнее показать коллекцию ножей перочинных. Останавливаясь поподробнее. Здесь огромный выбор. Просто очень огромный. Можно прийти. Всегда подобрать себе удобный ножик. Коллекцию. Или для бытовых целей. Никто не отменял. А какой самый старый нож у вас? Самый старый вон, 6 тысяч лет. Вот этот? Да. Это скургана. Копье Амазон. Ну, я имею в виду перочинный самый старый какой-то. Советский Союз. Советский Союз, вон они, говорят, вот тут, вот тут. Столи, немцы, да. Столовая нужна, старенькие тут. Старские еще. А где? А вон безручки. Вон они. Три штуки лежат. Не, не, ниже, ниже. Вот любителям реставрировать. Тоже можно что-нибудь подобрать и с клеймом. Вот какое-то клеймо сохранилось. Обратите внимание, твердость стали указана. Скорее всего. Это быстрорезо, да. Которые стали пили. Приходите в субботу и выбирайте себе множечек. Приходите в субботу и выбирайте себе Пока не сначили. 4 и 5 6 ноября у нас выставка там. Уже все в курсе, я говорю. Жигавы и рассказывать не надо. Сейчас я досниму все. Это что такое? Красивое. Красивое. Как будто старенькое. Как будто старенькое. Вот, друзья, кто-то спорил со мной, как выглядит ложка. Там доказывали, где-то шире, где-то уже. Вот, похоже, ложка нетронутая форма, скорее всего, царских времен. Вот у нее яйцеобразная форма. Желтая позолота или патина, не поймусь, позолота. Ну, это она практически нетронутая от времени, позолота постиралась. А потом форма ложек немножко изменилась. Они стали шире. Советские ложки, они уже немного другой формы. Ложки, украшения и другие интересные предметы по ценам ниже рыночных можно будет приобрести во время проведения антикварного маркета в арт-центре «Бронзовая лошадь» 4, 5 и 6 ноября. Приходите обязательно. И поэтому в китае стоят пешки. Это тоже пешки. Тоже выпаривается. Если вы ей в кольку литесь, такая вот бежалка. Ну да, еще все. Или она просто в коллекции лежит, не забрал. Самоварчик невероятный в Амали. Смотря кто, как пурит. А это бежалка, чем больше. Вот так, раз, бежалка. Наверху. Вот так вот. Срываем. Современный самовар. Самовар современный. Для кого как лет сорок. Понял. Сколько стоит? Что ты говоришь? Ситечка сколько стоит? Это 500 рублей. А это? Это 4. Че так дорого? Серебряный. За 3 заберу. И это 3 500 за оба. А ну-ка, это дай-ка, что свежее. Нет, что я. Блядь, че он сделал, блядь. Ну че? Пойдем. А сколько она весит? 38 грамм. 916 проба. Ну. Сколько это стоит? Ну, 916 проба. 916 проба 40 рублей за грамм, так? 40 не будет. Наверное, рублей 25-26 будет. Прези мне по 40 рублей. 10 килограмм я у тебя заберу. А ты че рычишь? Ну, че рычи? Ну, че рычи? Как ты говоришь 40 рублей? Где ты видел 40 рублей грамм? Ну, мы же по серебру. Мы говорим про 900. Продажа 900 и 40 рублей за грамм. В банке. Идешь и покупаешь. Сколько надо на килограмм? Ты же вешаешь. Я тебе рассказывал. По весу 900 стоит. 900. 999. Высшая проба стоит 42 рубля за грамм. Хоть килограмм набери. Будешь, брат, я тебя организую. Привет. Как же? Нормально. Так что, не? 3 500. Рассерти, пожалуйста. Хорошо. Оставляю. О, какой. Василий Иванович Чапаев. Для больших любителей. Да, на дачку такого поставил. Офигенно, Василий Иванович. Дом. Это было. Это было. Нет. Такого дразно. Может, подождать, когда с тобой стал. Тишина идет. Нет, ничего не допустим. Вообще-то. Вот эта пара смиглется. Я обещал. Про покрыточную творческую пример. Видите, даже на нём будет лист. Да, да, не видел. Ну, это есть фотки каталога, да? Вот эта винодельная работа не пьёт. Нет, по ней я их не проверял. Посмотрите. Сейчас защитную, кто-то в ней. Наши? Нет, вы можете на вопросе. Ну, да. Как говорится, мы с вами будем с нас же, да. Мы с вами все привыкли. Нежелание. Вспорьем. На результате расходятся. Здесь есть объемы. Меня не тяжело. Обработали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...